Здравствуйте, ребята! Меня зовут Бахыт Кужамбековна. Тема нашего урока – профессия Родину защищать. Сегодня на уроке вы узнаете название профессии, связанных с защитой Родины. Поработайте со словарём и узнайте значение новых слов. Научитесь подбирать слова-признаки. И, конечно же, будете стараться писать красиво, соблюдая нормы каллиграфии. Прежде чем перейти к новой теме, давайте отгадаем загадки. Первая загадка. Гусеницы, башня, пушка, люк открытый на верхушке. Та машина в поле чистом управляется... Молодцы, ребята! Танкистом. Как мы назовём военного, который управляет танком? Верно! Это танкист. А теперь, ребята, вторая загадка. Слушаем внимательно. На границе он стоит, Враг не лезет к нам, дрожит. В поле или на берегу Преграждает путь врагу. Браво, ребята! Это пограничник. Итак, как мы назовём военного, который охраняет границы нашей страны? Вы правы! Это пограничник. Следующая загадка. В самолёте он летает, Страну нашу охраняет, Выполняет он приказ, Защищая с неба нас. Кто это, ребята? Как мы называем военного, Который охраняет нас в небе? Молодцы, ребята! Это лётчик. И последняя загадка, ребята. Бескозырка и тельняшка. Вьются ленты за спиной. По полгода ходит в море. Вы узнали, кто такой? Ребята, как мы называем военного, Который охраняет нас в море? Правильно, моряк. Браво, ребята! Вы справились со всеми загадками. О какой профессии мы сегодня будем говорить на уроке? Молодцы! О лётчиках, танкистах, моряках и пограничниках. Как их можно назвать одним словом? Верно, это военные. Давайте узнаем значение слова военный. Для этого нам нужно обратиться к словарям. В толковых словарях, энциклопедиях, справочниках Можно получить необходимую для нас информацию. Слова в словарях располагаются по алфавиту. Мы сегодня обратимся к интернет-справочнику в Википедии, Словарю Ожегова. Военный – лицо, исполняющее должностные обязанности, Связанное с прохождением военной службы, Которая призвана решать задачи в сфере безопасности И обороны государства. Итак, военный – это человек, Который охраняет нашу страну, Нас с вами. Это защитник Родины, Защитник Отечества. Слово Отечество, ребята, Синоним слова Родина. Итак, мы узнали значение слова военный. Теперь давайте запишем новые слова. А теперь, ребята, давайте вспомним, Как нужно сидеть правильно. Тетрадь с наклоном положу, Ручку правильно держу, Сяду прямо, не согнусь, За работу я возьмусь. Запишите. Военный Защитники Родины Защитники Отечества Лётчик Моряк Пограничник Танкист Посмотрите на экран И самостоятельно прочтите стихотворение. А теперь давайте прочитаем вместе. Есть профессия одна, Очень важная она, Чтобы мы всегда смеялись, Чтобы солнце улыбались, За порядком он следит, Если надо, Защитит. У солдата Есть работа, Мир хранить Его забота. Молодцы, ребята! О какой профессии Говорится в стихотворении? Правильно, О солдатах. Что делают солдаты? Охраняют страну Нас с вами. Прослушайте текст О профессии военных И ответьте на вопросы. В армии Казахстана Служат солдаты, Матросы, Офицеры. Все они Защитники Отечества. В мирное время Они проводят учения на море И суши. Изучают военную технику. Защитники Отечества Изучают военную историю. Военные Отважные И сильные Военные Профессия Героическая Уважаемая И нужная Давайте проверим себя. В первом вопросе Правильный ответ Б Во втором вопросе Правильный ответ А А теперь давайте мы с вами подберём Слова-признаки Профессии военной И составим Кластер. Какая это профессия? Ребята, При подборе Помните, Что слово-признак, То есть прилагательное, Согласовывается С существительным Вроде Числе И падеже. Определите Род Число И падеж Слово-профессия. Правильно, Это слово Женского рода Единственного числа И стоит оно В именительном падеже. Значит, Мы задаём вопрос Какая это профессия? Молодцы, Ребята! Это профессия Героическая, Нужная, Важная, Ответственная, Отважная, Уважаемая. Вы хорошо поработали, Значит, Можно поиграть. Надо соединить пары, Дать каждому военному то, Что ему нужно на службе. Итак, Что нужно танкисту? Верно, Танк. Кто нужен пограничнику? Правильно, Ему нужна овчарка. Что нужно моряку? Молодцы, Моряку нужен штурвал. Что же нужно лётчику? Молодцы, Лётчику нужен самолёт. Сегодня на уроке Мы узнали название профессии, Связанных с защитой Родины. Поработали со словарём И узнали значение новых слов. Подбирали слова-признаки К слову профессии. А теперь Оцените себя. Закрасьте ту часть круга, Которая соответствует Вашему впечатлению от урока. А теперь Запишите домашнее задание. Вам надо найти В словарях или справочниках Значение слов Солдат и офицер. Составить два предложения С данными словами И записать их в тетрадь. Вот и подошёл К концу наш урок. До свидания. До новых встреч.